Морской бой. Это сервер в GTA Sam, но не обычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов репли. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное. На сервере нету доната. Вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Это очередной Аризона Мобайл, Самп Андроид и все вот эти вот прочие, знаете ли, дайджесты. Хотя, не то чтобы дайджест, а тут вот одна, знаете, такая новость, которую я буду обсуждать. И обсуждать, наверное, буду долго. И, так знаете, растянутая минут на 8, может быть, на 8.01 минуту. Ну, кто ж его вообще в целом-то знает. Поэтому, давайте уже, в самом деле, не будем долго затягивать и перейдем непосредственно к самой новости. Разработчики Аризона Ролиплей сообщили о проблемах с совместимостью мобильного клиента и Андроид 11. Уважаемые игроки, если вы обновите или уже обновили ваше устройство до Андроид версии 11, то вы можете столкнуться с критическими проблемами запуска Самп Мобайл. Разработчики работают над решением данной проблемы. Приносим свои извинения. И вообще, знаете, в чем дело? Вот я даже сейчас пока что не буду заходить в комментарии, читать, что там написали люди, что они вообще обо всем этом думают, потому что примерно я представляю, что они там могут написать. Однако, понимаете, в чем дело? С каждым новым Андроидом какие-то такие, знаете, приложения, которые уже, так сказать, доказали себя временем, то есть показали, на что они вообще способны, они начинают работать как-то очень плохо со временем. То есть я сам вообще от всего этого окуеваю. Причем такие, знаете, очень жизненные функции, которые необходимы тебе, иначе ты просто не сможешь существовать. Допустим, будильник. Вот я использовал всегда Аларми. Аларм, Аларми, вот как так он назывался? То есть будильник максимально охуительный, максимально пиздатый. Прям я вот, знаете, всем советую, у кого он будет нормально работать, потому что вот я им пользовался, и я не просыпал вообще. Потому что это не то, чтобы реклама Аларми, потому что я просто хочу сказать о том, что он не работает. Я не знаю почему. Есть Pro-версия Аларми, в которой просто нет рекламы. Есть там какие-то вот эти вот все прочие вещи. И понимаете, в чем дело? То есть когда звонит будильник, ты не можешь его просто взять там, смахнуть, отключить и так далее. То есть для того, чтобы отключить этот будильник, нужно постараться. При том, что звук там такой, типа, знаете, как сирена. И то есть оно максимально тебя раздражает. Ты не можешь, ты думаешь, блядь. Если поставить, допустим, какие-нибудь математические примеры, решить. Допустим, там с утра ты встаешь, там, не знаю, в 7-8 утра, весь такой, блядь, голова болит, все хуево, мне холодно. А нам еще нужно для того, чтобы отключить этот звук, ебнутый, блядь. Нужно решить, там, задачи 48 плюс 52 умножить на 4, блядь. И ты сидишь, думаешь, блядь, 4, то есть все, а время-то идет. И то есть вообще алармия заключалась именно в этом. То есть прям максимально охуительный будильник, который я прям могу посоветовать, если он у вас будет нормально работать. У меня он перестал нормально работать. И я пользуюсь обычным встроенным Huawei будильником. Так я хотя бы не просплю какой-то нужный вообще ивент. Какие-то вот эти вот все нужные вещи. Причем я дал абсолютно все разрешения алармии. Но бывает такое, что он просто не срабатывает. То есть просто завел будильник и он не срабатывает. И сейчас вот я думаю, что с Arizona Mobile, хотя тут уже, знаете ли, сам Mobile на Android. Тут происходят немного такие, знаете, другие вещи. Потому что вот вы, допустим, обновились до Android 11. Я не знаю, что у вас за телефон, раз у вас он поддерживает Android 11. Тем не менее, вот вы до него обновились. И типа вот критические проблемы. Там вылетает у вас что-то, вот это все прочее. И разумеется, то есть тут не проблема. Там, я не знаю, Arizona Mobile, сам Mobile, как-то все это называть не особо понятно. То есть это не их проблема. Это проблема вот именно Android. При том, что Android прям, ну вот, мне нравится. Я его, знаете ли, обожаю. При том, что там, вот знаете, нет таких охуительных анимаций, как на iOS. Господи, анимации просто как будто бы рисовал какой-то, блядь, пятиклассник. Который только-только вот закончил, я не знаю, какую-нибудь там всю хуйню свою. Потому что, ну, это просто какой-то пиздец. Я не знаю, чуваки. Хочется чего-то вот такое, знаете, нормальное. Хочется все нормально, вот, я не знаю, посмотреть, вот, чтобы анимации такие залипательные были. А они хуевые. Это просто, я не знаю, как на всем этом вообще работать. А вот на iPhone, они все-таки плавные. Каждое приложение со своими охуительными анимациями. И на iPhone столько приложений, что просто ты охуеешь от того, вот, вообще, во все их устанавливать, во всех них лазить. Потому что, ну, это просто это ебануться. Однако, вот, давайте посмотрим, что вообще думают люди из комментариев. У них всегда проблемы. Что не обнова, то проблема. И человек справедливо отвечает. Виталий Снедков, кстати, и Даниилу. При том, что Даниил это не, потому что я-то Даниила. Вот, он такой, типа, о боже, люди ошибаются? Они не роботы? Это как? И там Александр Волков пишет, попробуй оптимизировать один клиент под 2,5 миллиарда устройств. Вот, в самом деле, то есть, люди настолько вот, что прям вот, я не знаю, чуваки, вы прям молодцы. То есть, те, кто образумивают вот таких вот Даниилов карамелевых, вот, то есть, просто, чуваки, лучше. Потому что, я не знаю. То есть, понимаете, если ты делаешь что-то под iPhone, то есть, iPhone, ну, они одни, там, я не знаю, от 4S до, сейчас, какой там, 12, там, Pro Max XS, Pro 256, 512 гигов и так далее. То есть, там-то все это легко. А тут, бля, устройств настолько много. Однако, Xiaomi, сколько устройств их выпускает, и все же разные. Все же там какие-то разные комплектующие. Все разное. И тут, то есть, ну, в самом деле, как-то вот сейчас обвинять Аризону Mobile, вообще, всех разработчиков в том, что, блядь, ну, вы не смогли оптимизировать под 2,5 миллиарда устройств, чуваки. Ну, максимально глупо, максимально тупо, я вообще не знаю. То есть, ну, должно быть, наверное, знаете ли, стыдно. Я, наверное, буду сейчас, как знаете, как Груль оф Плей, такой, типа, блин, ну, вы не позоритесь, чуваки, ну, чё ж вы позоритесь, на самом деле. Ну, стыдно уже должно быть. Вы чё говорите-то такое. Стыдно, стыдно, и еще раз стыдно, чуваки. Давайте вы будете без всего этого сейчас вот всё, всё вот это вот делать. Ну, это стыдно, чуваки, давайте без всего. То есть, стыдно, ужасно стыдно. Я не знаю, как вы всё делаете, потому что стыдно, стыдно, и еще раз, безумно, очень сильно стыдно. Я не знаю, как вы всё это делаете, но стыдно настолько, насколько вообще вы только можете себе представить. При том, что какой-то аналоги, вот, какого-то аналога Arizona Mobile, Sump Mobile и всего прочего нет. То есть, Sump Mobile, он что, он, по сути, позволяет заходить на сервера, на любые, практически, сервера, вот, там, на всём вот этом вот андроиде, на всех прочих вещах. То есть, он позволяет всё это делать. А тут, ну, такого, к сожалению, почему-то я не понимаю, почему не происходит. И, то есть, ну, какие вы есть аналоги у Sump Mobile, у, там, у Arizona Mobile, что, какие аналоги? Никаких аналогов нет абсолютно. И поэтому придётся, к сожалению, ждать, когда всё это пофиксят, когда всё это поправят и так далее. Я более чем надеюсь, и я, наверное, даже уверен в том, что у них всё это получится поправить. И вообще, в будущем никаких проблем на Arizona Mobile не будет. Их уже достаточно мало, и они уже, вот, в общем-то, более-менее все свои вот эти вот проблемы, которые у них есть, они исправляют. Тем не менее, ладно, чуваки, неважно, ладно и так далее. Я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика. Заходите туда, там со всем этим ознакомливайтесь, там всё это познавайте, там всё это узнавайте и делайте все прочие вещи именно там. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Ну, и как бы там в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, вот, если кто-то мало ли не знал. Увидимся тут же завтра, я надеюсь, что в 20.00. Всем спасибо за просмотр и всем, разумеется, пока, до свидания и до новых встреч.